Здравствуйте, друзья! Сегодня я хотел бы поговорить с вами о культуре и учителях. Говорят, что однажды, когда на заседании Кабинета Министров Черчиллю предложили обрезать финансирование музеев и культуры, он ответил вопросом, а за что мы тогда воюем? Я много общаюсь с преподавателями, учителями, работниками сферы культуры. Вы знаете, мне есть что сказать. Конечно, певец, писатель, танцор, ну, не лучший вояка, ну, скажем, прямо хреновый, да? Но война всегда заканчивается, всегда. А нацию в политическом смысле определяет ее культура. Работники образования и культуры подобны деревьям. Спилить, расплюнуть. Но вырастить новое минимум 10-15 лет. И даже поставив спиленное дерево обратно на пенек, не поможет. Не поможет. Если сейчас отказаться от них и не платить, сократить или закрыть, то мы утратим 10-15 лет. А за что тогда война? Кто будет учить детей? Кто будет создавать и развивать наше ядро? Культуру. Читаю много сообщений о том, что учителей, преподаватели переводят на 0-0-0-0-0-0-0-1. Одну, одну, одну ставку. Увольняют. И тут хотелось бы передать привет Третьяковой. И тем 350 голосов в Раде, которые проголосовали за изменение Тодовой кодекса. 350. Все ваши кумиры проголосовали за бесправие наемного работника в Украине во время войны. Запомните эту цифру и тех, кто это сделал. Привет, Третьякова. А как оценить тех, кто требует прибытия из эвакуации при дистанционке и грозят увольнением? Я имею в виду не госчиновников, а учителей, преподавателей, работников культуры. Как это назвать? При том, что дистанционка. И они вполне могут работать оттуда. А если не прибыл, то что? Увольнение и перевод на 0-0-0-0-0-0-0-0-0-1 ставки? Это как назвать? Понимаете, в чем дело? Беда и в театрах, и в сфере творческих профессий. Может, меня не поймут. Но я настаиваю, настаиваю. Что если мы защищаем даже наши памятники в городах, то мы обязаны сейчас сохранить и защитить учителей, преподавателей и работников культуры. Обязаны. Подчеркиваю, обязаны. Это ключ к наполнению настоящим смыслом слова победа. Я понимаю, что многим сложно соотносить два разных понятия. Деньги, время. Но время и есть деньги. Ну, давайте предположим. 10-15 лет на взращивание новых. И то, если получится. При прерванной линии. Ну, то есть, если нехому будет учить новых. Это, во-первых, 10-15 лет пустоты. А во-вторых, это огромные деньги. Даже цинично размышляя, цена каждого работника сферы науки, образования и культуры – это вес золота. В прямом смысле. Это не фигура речи. Я призываю власти вмешаться и остановить практику увольнений, шантажа и перевода на 0-0-1 ставки учителей, преподавателей и работников культуры. Уверен, моя позиция будет услышана. Золотой запас не в долговых расписках НБУ – кусочки бумаги, еще неизвестно, ликвидные линии. А в наших работниках – работниках культуры, науки и образования. Друзья, как обычно в конце видео, я прошу вас обратить внимание на плашку, которая расположена. Никогда ранее не просил вас помочь деньгами на политику и так далее, хотя многие предлагали. Мне не нужно. Я сейчас не занимаюсь политикой. Я пытаюсь сейчас помочь тем, кто помогает другим. Да, напрямую я помогаю своими ресурсами и возможностями, тем, кого знаю. Но помогать я хочу и так же и тем, и уже мы вместе, у нас есть большой позитивный опыт, тем, кто помогает другим. Волонтерам. Да, это адресно, точечно на организацию, точнее на активистов Организации Союза Организации Инвалидов, Сережке Синицын, ой, господи боже, Сереге Богданову, Алексею Синицыну, нашим ребятам, тех, называю, парафияны, которые ушли защищать нас на фронт. Я не верю в колхозы. Помогаю адресно и точечно. Адресно, своими ресурсами, а точечно помогаю тем, кто помогает другим. Я прошу вас, помогите мне помогать другим. Надеюсь, у нас все получится. Все будет Украине. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok